Дорогие друзья, сегодня в гостях у видеоблога Дмитрия Гасина Евгения Шаферт. Это прежде всего для нас с вами человек, который служит навигатором в мире книг. Причем не только детской и подростковой, но и взрослой литературы. Совсем недавно был комментарий замечательный, на какой возраст современный немецкий роман. Ну как вам сказать на какой возраст? На взрослый. Женя, мы с тобой знакомы довольно давно, хотя вот так вот по-настоящему, не виртуально, виделись буквально пару раз. Наконец-то можно записать нормальное человеческое интервью, чему я очень рад, потому что воспринимаю тебя не только как книжного критика и обозревателя, но еще и как человека, мнение которого для меня очень многое значит. Несмотря на то, что я в половине случаев с ней не согласен, это точно. Это обидно немножко. Почему? Чем больше мнений, тем лучше, а самое главное, я же не согласен в правильную сторону. Вот если бы я разочаровывался в книгах, которые рекомендуют к прочтению Жени Шаферт, тогда да, тогда Бог читает Шаферт не был бы для меня значим. Но я наоборот, я наоборот недоволен слишком строгим отбором, да, и высочайшими критериями, которые предъявляются к книгам, ну, может быть, заслуживающим некоторого снисхождения, да, обозначим это так. Женя, пожалуйста, расскажи, как ты дошла до жизни такой? Ты же ученый. Да нет, я только притворяюсь. На самом деле я не ученый, я преподаватель вуза. Это, конечно, накладывает некоторые обязательства по ведению исследовательской деятельности, но, откровенно говоря, я время от времени пытаюсь уйти в сторону от этих обязательств, вот в сторону как раз книжного обозрения, книжной критики. Именно это кажется мне самым интересным. Это Новосибирск, это Академгородок, а вуз? Новосибирский государственный университет. И специализация? Я преподаю на отделении журналистики Гуманитарного института. Это структурное подразделение Новосибирского государственного университета. Отлично. То есть не только физиками-атомщиками жив, скажем так, Академгородок. Ура. А то мы все знаем про кафе «Пуд Интегралом». Думаю, значительное число зрителей, как и я, знают только названия и легенды связанные. Это реально легендарное место. Ты живешь просто в центре. Удивительно, что ты это знаешь. Но мне так приятно. Ну, это вообще все знают. Академгородок Новосибирска – это место, где тепливалась культура, когда ее давили, и свободу давили. И вот физики могли себе позволить и шуточки, и мысли вслух, и песни соответствующие. Дима, а ты читал роман «Страна изобилия» Стаффарда, который выходил в корпусе лет, наверное, 10 назад. И там как раз была описана история знаменитого концерта Галича в клубе под «Пуд Интегралом». Того самого единственного открытого концерта, где он выступил со своим вот этим творчеством. И это, в общем, стало последней камней. Об этой истории я читал уже в биографии Галича, но, к сожалению, стыду своему, Влада, я не читал романа. Я, на самом деле, совсем не так много читаю. И я не буду задавать тебе сакраментальные вопросы. Как ты так умудряешься много читать? Я думаю, что среди наших зрителей просто есть достаточное количество людей, которые понимают, чтение – это физиологическая потребность ума. А другого способа получать человеческую культуру мы пока не придумали. Ну, то есть есть уникальные люди, которые высочайшим образом образованы, обладают стилем, мышлением, всем угодно, не читая книг. Но это единицы, это гении, которых мне не посчастливилось. Твое мнение на этот счет? Полезно ли читать, нужно ли читать? Ну и все такое, что обычно спрашивают в нашу эпоху малочитающих людей, скажем так. Я очень люблю отвечать на этот вопрос. Потому что, с одной стороны, я думаю, что да, полезно и да, нужно. С другой стороны, вот это активное навязывание и противопоставление якобы хороших читающих и якобы не таких продвинутых не читающих мне активно не нравится. Это очень разумное высказывание и это очень, я бы сказал, понятное, мне кажется, суждение. Я с ним согласен. Любое навязывание того, что можно только любить и нельзя, заставить любить нельзя, вот это вот, это всегда дни к добру, это всегда прикрывается что-то другое, вот этими благими намерениями. Ладно, что мы все о чтении в общем и в общем, о каких-то таких абстрактных словах. А конкретно, почему детские книги взялись в броги? Так сложилось исторически. То есть, с детства рос ребенок непростой, писал читательский дневник. Да, кстати, я читательский дневник вела с раннего детства. У меня до сих пор эти тетради сохранились, мне это страшно нравилось. Всегда все возмущаются, что в школе требуют вести читательский дневник. Ни разу в школе никто не заинтересовался моим читательским дневником замечательным. Это было страшно обидно. Но я его, конечно, не вела все 10 школьных лет. Иногда мне это наскучивало, я бросала. Потом я вспоминала, опять что-то там придумывала, начинала его вести. Потом появился интернет, уже появились социальные сети для читателей. Вроде там Гудриц, Ливлип, это стало еще проще. Ну, в общем, вот, не было в моей проблемы навязываемого школой читательского дневника. Совсем наоборот. То есть, такая педагогическая ошибка, недоработка. У всех выпала ли тщательно любовь к чтению, а уж к ведению всяких читательских дневников, так точно. Что нужно сделать, чтобы книгу не читали? Правильно, включите ее в школьную программу. Детей заставляют читать, и они ее перестанут читать. Так же и с читательским дневником. А тебя почему-то эта беда миновала. Вырос уникум. Ответственный читатель, который делится опытом. Это не всем нравится, сразу скажу. Блог вызывает массу претензий, потому что некоторые отрицательные лицензии, не просто сдержанные, а критические, они вызывают негатив. И не только у авторов этих книг, как вы понимаете. Есть все-таки и среди авторов вменяемые люди, которые понимают, что сама суть критики – это критиковать. Это действительно находить и хорошее, и плохое. И его демонстрировать во всей его неприглядной красоте. Я не критик, я никогда этим не занимался и не стремлюсь. Это отдельный талант. Твое отношение – это осознанная позиция? Или так получается по принципу Толстого «Не могу молчать»? Да я тоже не сказала бы, что я критик, поскольку критика – это слишком серьезно. Я же не публикуюсь в толстых литературных журналах «Новый мир», «Дружба народов» или «Октябрь», которого уже, к сожалению, нет с нами. Почему нет? «Октябрь» выходит? Выходит, да. Вы знаете, это очень толстые литературные журналы. Это уникальное создание истории литературы, истории культуры советского периода. Потому что это все, конечно, идет из 19 века. Но будем честны, преемственность там, она условная. Здесь у нас есть вот именно в 20 веке были заложены, там «Новый мир» Ствардовского и так далее. И вот сейчас это очень живучее явление. Вот уже душа душит, как там в этом самом собачьем сердце, душили, душили, душили. А журналы живут, потому что делают их не просто энтузиасты и фанатики своего дела, а делают для реального живого читателя, который есть и который эти журналы читает. И любит, и ценит, и критикует, если есть за что. Ну хорошо, это очень высокий стандарт, но прям каждому критику публиковаться только в «Новом мире» или только в «Знамени» – это серьезная заявка. В принципе, нет. У нас есть интернет, вот в нем есть критика. Ну да, вот я такой книжный блогер. Но я же очень редко пишу что-то, очень редко пишу о том, что книга мне не понравилась. Это может быть один случай из нескольких. Но это просто честность. Вот мне понравилось, кому-то другому не понравилось. И наоборот. И ты объясняешь, почему так, почему у тебя сложилось такое впечатление. Ну конечно же, не стоит задачи кого-то обидеть или уязвить. Ни в коем случае. Конечно же, неприятно кому-то сообщать неприятные вещи. Хотя, ну а что такого неприятного? Но кто-то любит есть торт, а кто-то не любит. Ну вот есть такие люди. Нет, я, конечно, их не понимаю. Как можно не любить торт? Ты же помнишь слова Карлсона. Торт здесь не случайно у нас всплыл. Да, это моя любимая книга. Да, 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 да. Что может быть лучше торт? Ты с ума сошел. Да, а кто-то все-таки не любит. Ну в связи с этим такие вот вопросы, которых не избежать. Они неизбежны. Что тебе нравится в детской книге? Есть ли какие-то достоинства, которые замечаешь в первую очередь, и на которые я хотела бы сейчас обратить внимание читателей? Поскольку книга – это же такой очень сложный предмет. О ней можно говорить и так, и эдак. А если универсальные критерии, вот если это в книге есть, значит, скорее всего, не обязательно, она все-таки хороша. Ну, я не знаю, мне кажется, нет никакой универсальной хорошей книги. Я могу сказать, вот чтобы мне прям понравилось, да, чтобы я подумала, ой, как здорово, и начала всем рассказывать, что вот, смотрите, такая книга, она прям замечательная. Мне очень понравилась, я вам рекомендую. Мне всегда нравятся умные герои. То есть герой, который думает головой, интересно решать проблемы, работает с разной информацией. И вот этот, когда у автора получается изобразить вот этот момент интеллектуального поиска или духовного поиска, я всегда за это очень благодарна. Ну, вот как пример я могу привести, например, героев Генриха книжника. Знаешь же, да, этого автора? Он вообще физик. И всегда его герои, даже если эта книжка про то, как все отдыхали летом на берегу реки, да, там все равно он демонстрирует какую-то вот интеллектуальную задачу, интерес к научному поиску. Он думает, кем он станет, какие изобретения реализует. То есть вот это первый, наверное, критерий – это умный герой. Второй критерий, я, если речь идет об историческом романе, да и о романе о современности, я люблю точность, ну, вот отсутствие анахронизмов, скажем так. Когда мне предлагают роман, действие которого происходит в XVIII веке, и главная героиня, выросшая на улице без родителей, вдруг начинает изрекать ценности феминизма, сформулированные в первой четверти XX века, «Извините, как бы я ни была, какой бы поборницей прав женщин я ни была, но не может ребенок такого возраста в такое время так рассуждать». Это как в книге «Небесные посланники». Я сейчас не воспроизведу автора Риппо, исторический роман. Это просто очень наглядный пример, даже без конкретных. Да, то есть вот это вот внимание к деталям, достоверность и отсутствие анахронизмов, это мне тоже, ну, очень важно, я это люблю. Что еще? Это в последнее время, оно же меняется, да, то ты любишь такие книги, потом другие. Вот сейчас я стала ценить интересный сюжет, потому что стало очень много авторов, которые пишут книги, основанные на исключительно внутреннем монологе героя. Вот он идет, думает, потом он пришел, подумал, поговорил с мамой, а потом он еще лег на диван и еще подумал, а на другой день пришел в школу, и она на него посмотрела, и он опять подумал. И в конце он, конечно, взрослеет, но я так устаю от этого блуждания, которое, конечно, создает достоверную картинку, но не увлекает меня, меня лично, как читателя, да, кого-то другого увлекает. Но мы сейчас говорим, да, о том, что ценю я. А вот, например, у Жуалевского и Пастернака у них получается с сюжетом. У них даже, если я могу быть с ними не согласна, и что-то вот там где-то к каким-то деталям придираться, но мне всегда ужасно интересно читать. Вот это пример. Можно сравнить, не знаю, там, со стилем шахматной игры. Они могут играть так и эдак, посильнее, послабже, но они умеют делать правильные ходы. Да. Правильный ход, который там, два-три хода, все. И мат. И ты покорен, да, и шах, и мат, что означает в случае детской книги успех у читателей, да, победа. Ну, хорошо. Вот это такой коварный вопрос. Мы все детскую литературу обсуждаем. В чем отличие от взрослой? Ну, первое – это возраст героя. Очень мало детских книг, главным героем которых является взрослый. Хотя они есть, но их не так много. И если это взрослый, то он чаще всего какой-нибудь чудаковатый, какой-нибудь отличающийся от типичного взрослого, ну, хотя бы в стереотипном понимании, да. Это может быть какой-нибудь взрослый грустный клоун или вот что-то такое. Но не обязательно с пропеллением. Нет, Карлсон, он не взрослый. Карлсон, он, в принципе, вне возраста. Ну, вот, например, у новосибирского писателя Юрия Моголифа была книга такая «Кот Коткин». Там главный герой – взрослый человек, но он работает клоуном в цирке. И, в общем-то, вокруг его фигуры все строится. Он не ребенок, но он явно какой-то такой особенный человек. Но чаще всего это возраст героя, и это помогает определить аудиторию книги. Если главный герой – 11-летний Григорий, то, ну, в общем, примерно понятно, что интересно это будет читать людям, которые учатся в пятом, шестом, может быть, седьмом классе. А второе – ну, это, конечно, проблематика. Это вот как ты приводил пример с вопросом, на какой возраст. Это книга немецкого автора. А вообще-то книга немецкого автора, в которой женщина, мать четырех детей, переживает по поводу того, как бы ей снять квартиру не слишком дорогую и в не самом захолустном районе и жить дальше со своими четырьмя детьми. В общем, ребенка вряд ли заинтересует книга про ипотеку. Это роман «Овечки в тепле». И по описанию он сейчас выглядит, как повествование про «Я же мать». Это не ругательство, это такой интернет-мем обозначения агрессивной, вульгарной и нелепой позиции любой матери, которая приносит, на самом деле, вред и ребенку психологически, прежде всего, и окружающим, и себе, настаивая на том, что все, что она делает, правильно, не сомневаясь в своей уверенности. Чаще всего эти люди не слышали слова «педагогика», а если слышали, это еще страшнее, потому что набитый дурак отличается от пустого, набитость наполненностью знанием, которое его теперь несет, как свет миру. Ну ладно. Вот, в общем, хороший критерий про возраст героя. На мой взгляд, стать совершенно неработающим. Я предупреждал, что я с Женей не согласен во многих случаях. Но не всегда работающий тут. Например, когда книга выходит в разряд классики, можно, мне кажется, сейчас... Да, она опускается, да. Робинзон Крузо, он совершенно не подросток, это взрослый состоявшийся мужчина. Если бы господам, в случае французов, не знаю, Жульверну, Майн Риду, Свифту, сказали, что их будут читать дети, я думаю, что им бы просто дурно стали. Мы бы сейчас кричали «Долгтера», «Долгтера». Они бы не поверили и засмеялись. Ну, как минимум. Они писали строго и исключительно для взрослого читателя. Феномен взросления цивилизации состоит в том, что это никакая не акселерация, то есть не видоизменение детей. А мы все растем одновременно, во всех возрастах. Сейчас дети читают эту литературу, поскольку взрослые переросли ее проблематику, по большому счету. А нас занимают уже другие вещи, над которыми человек 19 века не задумывался. Какая там милость к животным, какое там вегетарианство, я исключаю религиозные мотивы, какие там права женщин. Они занимались другими проблемами. Что-то нашло свое воплощение, что-то нет, но мы сейчас заняты другими проблемами. Ну, вот мне кажется так. Так что критерии интересные. А еще детская литература от взрослых чем отличается? Ну, вот я же уже сказала про проблематику, да? Те проблемы, которые волнуют самого ребенка, с большой вероятностью они его зацепят, если они будут звучать в книгах. Да, ребенок, он, как правило, ходит в школу, он с кем-то дружит, с кем-то не дружит. Он может стать жертвой буллинга или свидетелем буллинга. У него могут быть сложные взаимоотношения с братьями и сестрами. Вот если вся вот эта проблематика, которая вокруг повседневной жизни ребенка так или иначе формулируется, будет формулироваться в сюжетах художественных произведений, это как-то скажет нам о том, что, скорее всего, это произведение детской литературы. Так, тоже не работающий литературе, но тоже... Скажем так, он работающий отчасти далеко не в 100% случаев. Но просто это же совершенно крайне сложно сформулировать всеобщее для всех. Вот только что мы сегодня с тобой обсуждали чуть раньше, да, в издательстве «Книжный дом» Анастасии Орловой вышла книга «Биография Самуила Маршака для детей». Казалось бы, вот эта детская книга, это книга, написанная для детей. Поэт, который жил давным-давно, великий поэт, великий переводчик, не только детский поэт, что до сих пор, кстати, не для всех, как ни странно, очевидно. Да, Маршак – это как детские стишки, ничего себе стишки. Большой деятель культуры, как, собственно, и Корней Чаковский. Ну вот про него, про его жизнь вышла книга для детей. Нужна она детям. Сколько у нее будет читателей? Книга прекрасная, совершенно прекрасная, автор Ирина Лукьянова. И это тоже детская книга, а она не соответствует ни первому, ни второму обозначенным мною критериям. Да? Это особый жанр, друзья мои. Биография – это познавательная и научно-популярная литература, условно говоря. В гуманитарном знании тоже есть, в гуманитарных областях, к которым, безусловно, относятся биографии, тоже же есть научно-популярное направление. Да, но она же художественная, эта книга. Ну, любая биография, она часть и художественная. Да, написана, но документальная основа. Да, но написана, поэтому относим к познавательной литературе. Критерии эти не применяем, потому что мы говорим о художественной выдубке. Мы говорим об искусственно созданных сюжетах. Не знаю, не знаю, но, в принципе, очень разумно. Вот что мне нравится, Женя, научный подход. Если сейчас зритель заметил, ты сужаешь, конкретизируешь понятия, постепенно сужая по разным показателям множество явлений до нужного нам объема. Мы сейчас из большой, огромной литературы необъятной, выделяем ее часть. В данном случае детскую литературу. Так, ну и, наверное, у меня последний критерий есть, да, это есть наука возрастная психология ребенка. Мы понимаем, что в разные этапы ребенок проходят разные этапы взросления, да, условный ребенок, да, у какого-то ребенка в этом возрасте есть кризис, у кого-то в другом, у кого-то ярко выражен, у кого-то родители ничего и не заметили, никакого кризиса трех лет. Тем не менее, ребенок четко проходит определенные этапы развития, определенные этапы социализации и соответствие лексики, проблематики книг вот этим самым этапом. Хотя это сейчас звучит, конечно, очень неконкретно, но тем не менее. Вот, наверное, ты понял, что я имею в виду. Как кажется, понимаю. И кажется, вот здесь я очень согласен, потому что учет возрастной психологии при написании книги, при вообще создании замысла книги, да, учитывание вот этих факторов, это вот это очень конкретный признак, и хотя его очень трудно четко сформулировать, особенно разложить, знаете, как лягушку на уроке биологии. Ну, потому что это предполагает, что сейчас мы возьмем достаточно фундированные, огромные научные труды и будем извлекать много-много критериев, да, и их озвучивать. Это просто тема монографии получается, ее вот так в десятиминутном разговоре не поднимешь. Но тем не менее, вот... Я думаю, есть диссертации, но монографии. Я много студировал литературы, касающиеся современного литпроцесса, современной критической деятельности, да, и... Но специализированной вот такой монографии, отличие детской литературы специфика от взрослой, что-то как-то не припомню. Хотя, наверняка, уже были. То есть, ну, я все время велосипед изобретаю, а ты специалист, должна знать. Вот, свалил. Спасибо, Дмитрий. Вот, но на самом деле хорошая же мама очень хорошо это чувствует и понимает. Она понимает, что ответ, что какой бы вопрос ребенок не задал, нельзя отвечать его без ответа, но ответ должен соответствовать его уровню понимания. Ну и книга, это же ответ, да, может быть, не на сформулированный вопрос, но на вопрос, который ребенок этого возраста может сформулировать и задать. Ну да, потому что книга – это собеседник. В этом смысле, прежде всего. Ну, тут, конечно, еще важно спросить вот о чем. Мы говорим о детской литературе. Мы говорим о литературе, которая максимально консервативна по запросу родителей. А сейчас у нас детская литература, вот уже второе десятилетие, это условные, конечно, все параметры, дрейфует в сторону откровенности, дискуссионности, сложности тем и проблематики, находящейся под запретом в обществе. Что такое запретные темы, да, в литературе? Это тема, по которой в обществе нет консенсуса. То есть вот когда большинство абсолютно каких-то фриков согласились, как нам быть с животными, то есть пока мы достигли соглашения на уровне, их нельзя пытать и мучить специально. Но вот убивать гуманным способом для того, чтобы съедать, мы их согласны, да. Большинство считает так, извините меня все вегетарианцы, вот, тут ничего не поделаешь. А вот по ряду вопросов, касающихся детской литературы, такого консенсуса нету. Надо ли детской литературе вообще заниматься такими вопросами? Надо ли ограничивать законодательно это явление? И надо ли как-то противодействовать? На мой взгляд, я очень против любых внешних таких вот силовых ограничений, любых продуктов культуры, потому что это не на пользу в итоге. Никогда и никому еще не удалось добиться ничего такими вот огульными запретами. Это же вопрос не добиться, это же вопрос каких-то, ну, естественно, работающих охранных механизм. Ну, вот вспомни постмана про разрушение детства. И сегодня современные медиа, и главные медиа, это, конечно, давно уже не книги. Ну, да, к сожалению. Они же, по сути, ну, достаточно агрессивны по отношению к детству, к культуре детства. С одной стороны, это такой очень активный маркетинг детства, да, как-то. Под ребенка заточено очень много просто товаров, да, и на детстве зарабатывают. А с другой стороны, вот этот вал информации, общедоступный, широкий, до которой очень легко, ну, просто одним кликом добраться может абсолютно любой, он действительно угрожает, угрожает здесь в кавычках, да, детству как такому, как такому закрытому особому феномену, возникшему, в общем, очень недавно, да. Да, вот это же вот только новое время подарило нам представление о детстве, как об особом, самодостаточном периоде, как об особом мире. И тут вот неизбежно возникает ощущение, что этому миру очень многое угрожает. И отсюда вот во многих странах появляется соответствующее законодательство. Но это я сейчас очень примитивно, упрощенно, да, излагаю постмана и то, что вокруг него. Немножко, конечно, это перевирая. С одной стороны. С другой стороны, если там не рассуждать, так в общем, да, об обществе, о медиа, общество. А говорить о конкретных книгах и конкретных темах, то тут у меня два таких наблюдения, они, наверное, друг другу немного противоречат. Первое, мне кажется, в советской литературе этого было очень много. Что к чему Вадима Фролова? Книга, да? Это очень простая, на мой взгляд, книга. У меня есть видеорассказ о ней. Я хочу вставить ремарку о том, что она очень по-доброму, очень тактично написана. И там нет вообще никаких эпизодов, которые у современного родителя могли бы вызвать негативную реакцию. Ну, на мой взгляд. Но это же тоже острая проблематика, да, развод, мама бросает семью. Сын живет с отцом, что может быть естественнее, на мой взгляд, современного человека. И так бывает. Главное, чтобы это не вело к трагедии. Увы, там это приводит к драме. Белая лошадь, горе не мое, Наталья Соломко. Прости. Учитель влюбляется в ученицу. У них любовь. Они вместе гуляют. Он собирается на ней жениться. Это очень острая тема сегодня. Я бы сказал, да. Да. Вот, пожалуйста, советская детская литература, которая поднимает этот вопрос. Вам и не снилось, Щербаковой. Боже мой. Ну, это, здесь все просто. Это как раз современное. Так я же говорю не о том, просто или сложно. Я говорю о том, что острые вопросы человеческого бытия, связанные с взаимоотношениями с родителями, с взаимоотношениями полов, с первыми сексуальными опытами. А мы помним, что вам и не снилось, кто прочитал книжку, там это есть. Это есть. Да, не расписано. Те, кто только посмотрел фильм, то... Фильм выглядит на этом фоне очень невинно, потому что показать сложно, и актеру сложно настроить правильно. И балансирование на грани, это не совсем задача этого фильма, честно скажу. Вот. А в книге это все обозначено черным по белому, просто не расписано. Это сейчас у нас занимаются половым просвещением детей под видом, скажем так, описания соответствующей проблематики. Это прежде всего социальная проблема, не психологическая проблема, а уже потом клубничка, извините меня за выражение. Да, так что, то есть, мне так кажется, что острые темы, они как поднимались в литературе, так и поднимаются. Меняется несколько язык, он, на мой взгляд, ну, больше так раскрепощается. Да, ну, так и мы сегодня сильно более раскрепощенные по сравнению с советскими временами в каких-то аспектах поведения. То есть, с одной стороны, какой-то вот громадной новизны я тут не вижу. С другой стороны, я регулярно слышу, вот тут будет как раз, да, я говорила, что некоторое противоречие, регулярно слышу, что это за у нас в подростковой литературе, как будто есть два типа книжек. Первый – это где ребенок попадает в другой мир, получает меч, идет его спасать в компании с волшебниками и животными, обладающими волшебными способностями. А второй – это так называемые проблемные книги, где у подростка развод, болезнь, предательство, проблемы в школе и несварение желудка. Все это сразу и в каких-то гипертрофированных формах, что типа дайте нам уже книги про благополучных детей. То есть, да, проблемная детская литература есть, да, по ее поводу спорят, и мне кажется, это нормальный, естественный, культурный процесс, что какие-то вещи обсуждаются, кто-то выступает за, кто-то выступает против, ну и хорошо. – Хорошо. Слушай, ну это тема для совершенно отдельного разговора, очень большого, и мне кажется, тоже сложного, здесь есть о чем поспорить. Так что сейчас, наверное, мы закончим на этой светлой ноте о проблемах юных читателей и их, значит так, зрителей. А потом уже продолжим в виртуальном формате. Единственное, что я хочу сказать, во-первых, спасибо огромное еще раз фестивалю «Книжная площадь». Вот, ура, 300-летию Кузбасса. Спасибо всем организаторам, Кузбассовому Дому искусств за гостеприимство. Вот, дорогие друзья, Евгения Шаферт, блог «Читает Шаферт», в данный момент базируется на Фейсбуке, да? – Да. – Ну, это будет прекрасно на любой платформе, потому что… – Спасибо, Дима. – Умна, уладеская книга нам нужна. Спасибо. Спасибо, Женя. Спасибо.